Привет всем! Сегодня Блак проводит обзорную экскурсию по окрестностям города Низненовгород. Он живет в этих местах. Идея подобных полетов витает в нашей группе не первый год. Это стало возможно с выходом в Microsoft Live Simulator 2020. Заранее показываю карту маршрута, она перед вами, чтобы было понятно, где мы летали. Задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Хотите летать с нами? Добро пожаловать! Ссылка на сайт в описании. Вот это вот, что здесь проводится, ты говоришь? Под нами, да. Здесь гонки в основном по дрифту проводятся. Нижегородское кольцо оно называется. А что за машины какие? Да, бог не знает. Ну я думаю, дрифт-кары и всякие корчи, вот это все. Ну такие прикольные, то есть там не просто какие, убитые девятки, а прямо вообще тачки, которые как самолет стоят. Стригин, да, у нас по-прежнему в работе там одна полоса. Раньше там одна полоса у нас... забыл как... Короче, внутренняя полоса, она использовалась как магистральная. Вот недавно у нас аэродром переименовали, по-моему, Стригин, а в Чикаловск, кстати. Вот, да, у нас теперь не Стригин, а в Чикаловск, или как-то так вот. Вот. Ну вот сейчас Стригин, а то я вижу отчетливо. Переди вот у меня уже облака закрывают. Почему? Можешь спуститься на 4000. Давай. Давай на 4, потому что у меня вот я тоже где-то над облаками практически в горизонте. Идем на 4. Слева кучу, видишь, прямоугольников длинных, таких самых больших. Это вот, собственно, автозавод. Вот. По сути, вообще, Нижний Новгород, Горький, это городообразующее предприятие, ГАЗ. То есть, по сути, Нижний Новгород развивался отсюда. Ну, именно, современный город, скажем так. И между, это у тебя слева, да, вот такие здания? У меня слева, да, да, от меня. Да, 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 да. Да, да, сквозь облака. Я снизился 2700. У тебя нормально с облачностью, да? Да, 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 все хорошо, на 2700. Все, ну, на 2700. Горьковский автозавод, да? Я смотрю. Да, 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 да. Ну, здоровый такой, да? Целый город. Он огромный, да, он огромный. Там целый микро... То есть, у нас даже есть район, вот это мы прилетаем, это автозавод. То есть, куча вот этих домов, это все автозавод район. Ну, что все? Жестко так. Ну, к сожалению, было большое сокращение, постоянное сокращение. Естественно, завод простаивает мощности, разворовывается, продается, станки и прочее. То есть, большую часть, на самом деле, здесь не работает. Вот, всех вот этих объектов. Но в советское время, я так понимаю, это, наверное, все пыхтело с такими... С теми оборотами. Еще нижний называют город мостов. У нас очень много мостов. Не знаю, порядка там шести, наверное. Да, вот здесь. То есть, по часу. Я над одним только что прошел мост. Да, да, да. Сейчас будет еще один, еще один, и там еще новые мосты строятся. Сейчас мы... Да, пролетим. Я не знаю, кстати, я не видел здесь современные, вот в этой, вернее, в новой версии. У нас строился стадион. Мне вот интересно самому, сделан ли он здесь. Стал. Стал. Давай правый разворот. Так, тебя пока не вижу. У меня тут еще... Да, да, я. Женщина сидит. Тоже захотел посмотреть. А ее можно выключить. Я знаю, но пусть сидит. Ах, ха-ха-ха. Стал. Стал. Так, я сам посаду. Ну, конечно, смотри, это приятно полетать, да. Ну, да. Да, стадион есть только, как бы, фотоподложка, но 3D-модельки я не вижу. Это вот у меня по курсу, нет? Вот он на берегу реки. О, да, 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 он прям на углу, так скажем. А где много островов таких, да? Да, 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 да. А, сейчас мы, значит, вот это мы летели по Оке, да? Да, сейчас мы вышли на Волгу. И выходим на Волгу. Вот у нас мы начинаем... То есть мы пересекаем сейчас... Ну, выходим, то есть... Волга у нас вот идет перпендикулярно. Да, 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 мы курсом Волги, так скажем, летим вниз по течению. Вот где я нахожусь, это грибной канал. Здесь у нас проводятся соревнования, тренировка грибцов на вот этих лодочках. А у меня послышал же от слова грибы. Да, 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 все тоже прикалываются, что типа грибной. Вот он, грибной канал. Да, 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 вот я над ним лечу как раз. А, да, да. На него можно даже посмотреть, он видит, что он такой вытянутый. Да, нет, я вижу, очень хорошо. Да, здесь же проводятся тоже соревнования по рыбной ловле. Ага. Вот. В следующем году тоже подпрямо участие. Вот КМС дадут. Ловли? Самое смешное, да, есть... Есть мастер спорта по рыбной ловле. Да ты что? Да, ну по спиннинговой, по моей части. На другом берегу, вот вдалеке город, это город Бор. Тоже соседняя, это Нижегородская область в том числе. Прямо напротив Нижнего Ногера, да? Да, 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 да. Туда ходит канатная дорога, но она здесь не сделана. А, что за город? Какой-то... Бор, Бор. А, Бор, это стекольный завод тут где-то есть. Я не помню, где конкретно. Практически в каждом третьем автомобиле страны борское стекло. Это вот оно изготавливается здесь. Это вот эти мощности, которые под тобой сейчас, да? Ну, примерно, да, да, где-то здесь. Тут несколько у них, по-моему, производства стекольная. А просто почему? Потому что в Волге в целом очень много здесь песка. Его постоянно идет добыча, его. Вот, ну в том числе необходимы для производства. Вот. Короче, у нас такой, производственный город. Все равно. Ну, сам город, он такой скучный, вот этот Бор. Это просто какая-то, знаешь, такая деревня, в которую закинули деньги. И как бы там, знаешь, то есть можно встретить какую-то там избушку, а около избушки стоит крутая тачка. Ну и наоборот. Какие-то древние там чуть ли не мотоблоки, а рядом там пятиэтажки, девятиэтажки. Ну, контрасты такие странные. То есть там, то есть там, где-то, знаешь, где-то даже тротуаров нет. То есть там просто дорога, а тротуара нет. Просто вот в природе вообще нет. Да, все, взлетаю. Так, взлетаешь. Давай над Бором тебя подождем. Это болото. А он не знает. Все вот это, это все болото. Это не приспособлено для жизни. Ты имеешь в виду вперед или куда? Везде, везде. Вот вокруг нас болото сплошные. Я пока над городом. Да-да-да, это тоже болото. То есть, по сути, да, там город построен на болоте. Вот, допустим, где я сейчас лечу, это тоже болото. Вот. Поэтому здесь ничего не построено вообще абсолютно. Если ты вот вокруг посмотришь, просто пустые места есть. Ну да. Это так и есть. В жизни абсолютно пусто. Туда вообще нельзя. Но здесь безумно очень красиво, когда пролетали на вертолете вот эти кучи вот этих маленьких озер. И сюда вообще нереально не доехать, не доплыть вообще никак. И они прям вот девственные максимально. Здесь еще у нас есть речка Линда тоже, которая течет через большую часть России. Ну, не большую, а через Поволжье. Линда, это ты над ней? Около истоков Линды, так скажем. Частично, да. Она опоясывает, проходит город, там есть подземные реки. То есть, даже Линда проходит около моего дома фактически. Вот. Правда, это течение названо река Черная. Почему? Нифига я знаю. Может потому, что она грязная, так не знаю. Но она прям тоненькая, там струйка и вообще там практически. Ну там много подземных вод. Вот смотри, сейчас мы здесь спустимся. Здесь завод Красная Сормова. Здесь как раз у нас судостроительный завод. И здесь строят всякие корабли и прочее. Вот эти... Да, да. Да, да, да. И вот здесь, видишь, такая вот, как бы залив. Вот именно здесь спускают корабли. Вот. И если вот видишь, вот эта такая длинная ниточка выходит, ну, как бы суша. Вот. Вот здесь очень крутое место порыбачить. И здесь еще есть лодочная станция. Вот, вот. Сейчас я правый вираж делаю. Сейчас увидишь сам. Она здесь отрисована. Не, боишься, что вы тоже все хорошие места на рыбалку. Да уж, все, к сожалению, вы видно. Знаешь, приходишь на место какое-нибудь прикольное, а там, знаешь, там бычки валяются, какие-то там эти все, пластик какой-то дурацкий. Люди, к сожалению, сами же рыбаки портят все. А что вот это за такой, знаешь, справа от тебя, Антон, кольцевой какой-то островок такой стоит или что-то? А, вот. Это центр Сором, да, это остров. И там стадион-то. Вот. Тут приезжают иногда всякие прикольные звезды. Ага. Вот. Ну, и там каток, еще там что-то там. Ну, такой большой достаточно стадион. Вот. Это Соромский парк наш. Не так далеко от этого места я обитаю. Ага. А, ну, ладно, вот, раз уж мы сбились с курса, вот перед нами, вот если прямо по курсу, как раз завод Сокол. Ага. И он же, там же полоса лёдопосадочная. А, да, вижу точно. Азерцо, над которым я сейчас нахожусь, это вот фактически прям недалеко от моего дома. Когда мне лень ехать далеко рыбачить, я хожу сюда пешком. Спрослево от тебя или впереди тебя? Прямо подо мной, вот, где я нахожусь. Очень маленький такой. Ну, ну, нормально, да. А когда мне не лень ехать, я езжу вот на чуть левее, которые находятся. Видишь, такие неправильные какой-то формы. Да, побольше. Вот. Здесь, кстати, тоже какие-то заводы, стекольные, там, что-то такое. Здесь, на самом деле, очень красиво, здесь сейчас не реализовано, оно двух цветов. То есть, можно, как бы, понять, что здесь, как будто бы два озера, и одно голубоватое, и другое тёмно-синее. В реальности. Это вообще сумасшедшее выглядит. Вот. Здесь сосновый лес, очень красиво пахнет, и вообще всё, красота. Полоса для информации находится в, ну, на зелёной текстуре. Ну, я за тобой саду, просто. Угу. В смысле, посмотрю, куда ты сядешь, да и всё. Сам ещё туда не садился, только так проверял сегодня. Загрузился на всех аэродромчиках, посмотрел, что всё нормально. Ты по праву ушёл. Всё, он финал. Всё, вижу тебя. Угу. Вот, вот, к этим курсам у меня полоса. Должна быть. В реальности там, конечно, чуть-чуть поиначе всё, но, по сути, примерно так оно и выглядит. Это вокруг полей, просто некий авиаклуб, там пару построек, небольшой ангарчик и всё. И прямо вот такая же травяная ВПП. Единственное, она только выкашена, а так никаких ориентиров, ничего нет. Угу. Девушка у нас сюда летела. Всё, она у нас... Прилетела. Вот, Флора, спидут, вижу твои огоньки, кстати. Она у нас вышла. Теперь мы половину груза оставляем здесь. Это груз девушки был. Да, чемодан. Угу. Берём два малых ящика. У меня один ящик, ну ладно, несу. Раз, так. Высота 2800. И вот сейчас перед нами мы летим вдалеке. Вот видите, вот эта Волга, да, вот она идёт. Ну вот эта речь. Угу. И вдалеке, если посмотреть от первого лица, это лучше всего видно, много-много воды. Да. Как будто большое так озеро. Ну вот. Это называется Горьковское море. Вот. Это просто большое, так скажем, область Горьковское водохранилище. Оно, по сути, образовано в связи с тем, что здесь у нас стоит дамба. Этот... Ну, как она? Тепло... Ой, не тепло. Ну, короче, электроэнергию вырабатывает. Как она? Водяная... Электроэлектросанкция. Да-да-да-да. Гэс. Вот, да. Вот. И, по сути, ну, здесь вообще всю жизнь была дамба эта. И, по сути, так получилось, что вот там вот вода разлилась. И вот как-то так. Вот. И в простонародье это называют горе-море. То есть это получается искусственная вот эта запруда такая гигантская, да? Ну, как бы да, да. Неплохо развит парусный спорт, то есть всякие яхты. Это мы сейчас над ним пролетим. Вот. В том числе и яхты даже здесь ходят, по Волге. Вот. Единственное, здесь очень высокое течение, и для парусников это, ну, не очень хорошо. Обратно плыть, вот, против течения. Вот. Особенно если еще и против ветра, это вообще крау. Вот. И, собственно, там, где горе-море, там много всяких турбас еще советских было, знаешь. Ну, естественно, там сейчас уже есть современные, крутые, где-то остались ахоичные старые. Ну, вот. И вот сейчас мне интересно пролететь над дамбой. А вот дамба, она под тобой почти, да, идет? Ну, я подлетаю, да, к ней такая тоненькая, проходит слева направо. Угу, тогда вижу. Даже не знаю, я не смотрел, как она здесь прорисована. Отлично. Ну, вот как фотоподложка она, да, вот как 3D-шки нет, конечно. Ну, ты, конечно, совсем уж хочешь, чтобы тут еще и люди ходили рыбу ловили, рыбу. Шлюзы, во-во-во, да. Да, шлюзы, у нас тут тоже много шлюзов, вот они. Все правильно, тут корабль опускает, чтобы до выровня этого, какого-то Горького моря или какого-то называется. Да, да, Горькское море, да. Все, вот мы заходим сейчас в файнал нашего аэродрома. Интересная полоса, как будто гидросамолеты. Да, 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 заезд с земли, с воды, то есть. Похоже, очень. Все самолеты стоят, а что, машины там ездят? Машины, дни, жжут. Смотри, как ты садишься. На лоб, посмотри, путь. А я, ну, посмотрел ловку. Я ее так машу. Машины, дни, жжут. 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 Продолжение следует...